У юного рубцовского радиотехника Владимира Савченко любимые предметы – паяльник и чертежи. Пайку попробовал несколько лет назад, увлекся ей настолько, что хобби довело до состязаний. Сегодняшнее многоборье для школьника уже третье по счету. Самое интересное было – это разобраться в маркировках. То есть в детстве мне было интересно, что это за цветные детальки, а сейчас я понимаю, что где обозначается. Например, цветовые обозначения на резисторах. То есть есть специальная таблица, где прописаны цвета, обозначения цветов нумерациями. На прошлом многоборье Владимир занял второе место в теоретическом зачете и третье – в сборе плат. Для победы в этом году конкурсантам необходимо спаять схему, подключив которую к магнитофону заиграет музыка. Для детей на самом деле интересно. Конечно, это процесс творческий, процесс трудоемкий. Именно изготовление самой конструкции. Здесь качество монтажа, правильность установки компонентов, работоспособность схемы, технические характеристики схемы. Следующий этап соревнований – самостоятельный чертеж электросхемы. После из нее создадут печатную плату. При этом она должна быть односторонней. Так эксперты оценивают умение грамотно и компактно размещать элементы. У нас задача состоит именно сделать плату вручную. То есть ребята прослеживают все связи, которые идут между элементами, пытаются выбрать наиболее короткую связь. Но это в принципе развивает логическое мышление и другие направления, ну также радиотехнические и так далее. И еще один важный этап – защита собственных проектов. Сдача теории и сеанс безопасной передачи радиосигнала. Итоги нестандартного технического многоборья подведут уже завтра. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком.